В Краснодаре вынесен приговор приставу-взяточнику, в производстве которого находилось дело по взысканию долгобанковского кредита на сумму более 16 миллионов рублей. Мужчина предложил должнику решить вопрос за вознаграждение. В марте 2013 года пристав получил взятку в размере 150 тысяч рублей, после чего был задержан. Приговор суда, три года колонии общего режима и штраф 4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту гибели молодой краснодарской семьи в автомобильной аварии под Волгоградом. 56-летняя женщина выехала на полосу встречного движения, чтобы обогнать грузовой автомобиль, где столкнулась иномаркой, в которой находилось пятеро человек. 21-летняя женщина, годовалый ребенок и 27-летний мужчина погибли на месте. Водитель пострадавшей машины скончался через несколько часов после ДТП. Выжил только 4-летний пассажир этого автомобиля. Его с тяжелыми травмами госпитализировали. Уже известно, что в Екатериновке женщина с детьми подсела к братьям, ехавшим из Старощербиновской. По факту аварии ведется проверка. К дорожной теме мы еще вернемся. Краснодарские полицейские задержали вооруженных грабителей. Двое мужчин в масках напали на продуктовый магазин на улице Селезнево. Преступники, угрожая пистолетом, забрали все деньги из кассы – всего 400 рублей – и скрылись. Сотрудники торговой точки незамедлительно обратились в полицию, описав приметы налетчиков. Рядом с магазином правоохранители нашли пневматический пистолет, которым мужчины угрожали. По горячим следам злоумышленников задержали. Известно, что на совести грабителей уже есть угон, кража, мошенничество и вымогательство. Налетчикам грозит до 10 лет тюрьмы. Перейдем к происшествиям на городских дорогах. Только за минувшие сутки с места ДТП скрылось несколько водителей. Так, на пересечении 40 лет Победы и Некрасова владелец «шестерки» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречной машиной, пассажир которой с сотрясением мозга был госпитализирован. Виновник скрылся в неизвестном направлении, бросив автомобиль на месте аварии. Похожая ситуация на улице Тюляева между Сурмовской и Уральской. Неустановленный владелец мотоцикла сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. После столкновения мотоциклист бросил пострадавшего на произвол судьбы. Прохожие вызвали мужчине скорую. Его госпитализировали с многочисленными травмами. 11 мая от ответственности сбежал еще один водитель. ДТП случилось в 8 вечера на улице Мира. Неизвестный также наехал на пешехода и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу с переломом левой ноги. А 9 мая в 22 часа в поселке Пашковском по улице Карасунской напротив дома 238 автомобилист насмерть сбил человека и уехал. Всех, кто располагает какой-либо информацией о деталях этой аварии и ее участниках, просьба обратиться по телефонам, указанным на экране. Продолжим дорожную тему видеосводками с камер наружного наблюдения. В пересечении Мачуге и Фадеева водитель иномарки не справился с управлением автомобиля и столкнулся с попутной машиной. На красных партизанах Тургенева перепутал педали еще один автомобилист. Результат вы видите на экране. Похожая ситуация на Северное и Ломоносово. Там водитель джипа также въехал в бампер впереди стоящего автомобиля. На этом у меня все. Будьте внимательны, взаимовежливы на дороге. Берегите не только себя, но и окружающих вас людей. Продолжение следует...